Лидер без титула, Робин Шарман. Встреча с учителем. Человек один работает продавцом в магазине книг. И в этот магазин приходит учредитель. Пожилой мужчина, под жарой, небольшого роста, седовласый. В каком-то ярком пиджаке, какой-то яркий платок. На руках у него часы какие-то, спаймбок. И все его там встречают, все хлопают. И он подходит к герою книги. Разговорились, какой-то диалог. И он говорит, хочешь, я буду тебя обучать? Он говорит, да, я хочу. В 5 часов утра приезжай по этому адресу. И он думает, в 5 утра ехать куда-то. Просыпается утром, садится в машину, приезжает. А это старое заброшенное кладбище. И он думает, может, это шутка какая-то. Меня убить хотят или что-то. Заходит на кладбище и издалека видит два холма. Между ними стоит человек. И он думает, подойти, может, не надо, не идти. И он подходит, и человек смотрит рассвет. А это вот этот учитель. И он говорит, что мы здесь делаем? Видишь, это свежевырытые могилы две. Прыгай туда, копай. Ну, что, с ума сошли? И он говорит, ну, хочешь развития, иди копай. Прыгает в могилу с лопатой, начинает копать. И там находит сверток. Он достает, и он говорит, сегодня последний день моей жизни. Я сожалею о том, что я не раскрыл свой творческий потенциал. Я сожалею о том, что я не радовался каждому дню. Я сожалею о том, что я не радовался каждому дыханию. Я не ценил то время, которое я проводил со своими детьми. Я не ценил свою супругу, которая всю жизнь была рядом со мной. Я был неблагодарен своим родителям. И в таком духе весь текст. Слезы на глазах. Вылазь. Тот вылазит, прыгает во вторую могилу. Копает, а там золотой свитер. Сегодня последний день моей жизни. Я благодарен каждому дню, который я провел на этой земле. Я благодарен каждому лучику солнца, который касался меня. Я благодарен каждому дню, который я провел рядом со своей супругой. Я благодарен каждому дню, когда я был рядом со своими детьми. И он когда вылез, он говорит, в какой из этих двух могил ты хотел бы оказаться? И с этого начинается книга. Или заканчивается этим книга, я уже не помню. Факт в том, что этот учитель, он начал человека водить по своим друзьям. Он познакомил его с горничной, которая была лучшей горничной Америки. Она убиралась у королей, обслуживала президентов разных стран. И она зарабатывала большие деньги, будучи обычной уборщицей. А началось все с того, что она просто убирала в гостинице номера. Он познакомил его с другом, который был массажистом. И прием у него стоил 200 долларов за один массаж. Он познакомил его с другом, который выращивал в зимнем саду растения. И был счастлив от этого, хотя он раньше был топ-менеджером в крупной компании. Познакомил его с лыжником, который катался с лалом. И он давал ему свои уроки. То есть каждый человек был лидером в своей профессии. Смысл весь книги в том, что ты можешь быть счастлив сейчас. И проявлять лидерские качества на любой позиции, на которой ты находишься. Независимо от твоей должности, независимо от твоего положения. Ты можешь быть лидером уже сейчас. Просто будь их. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok